Дорогие друзья, я вновь рад вас приветствовать из студии Славянской Церкви христиан-адвентистов 7 дня города Сакраменто. Сегодня наша последняя встреча, когда мы изучаем с вами послание в Эфесскую Церковь. Так быстро пролетело время, так близко мы могли с вами познакомиться через ваши комментарии, через те моменты, когда вы присылали нам отклики и ваши отзывы. И мы благодарны за то, что все эти три месяца мы могли вместе с вами изучать Божье Слово, делиться опытом друг с другом и делиться этими передачами с другими людьми. Мы просим вас, чтобы в дальнейшем вы продолжали поддерживать наш канал своим участием, своими лайками, комментариями. Это очень важно. Таким образом мы сможем распространить Слово Божье как можно больше. Ну а сейчас у нас обзорный урок, когда мы коротко рассмотрим каждую главу и подведем итог тем практическим советам, которыми давал нам апостол Павел и которые мы с вами освоили. Наш Творец, мы благодарны Тебя за эту очередную возможность склоняться перед Твоим Словом, Господь. Это последний урок в этом цикле о Ефесянном Господе. Помоги нам сосредоточить наше внимание на главном. Дай мне, Господь, Твоей мудрости и Духа Твоего для того, чтобы мы постоянно были верны Твоему Слову и действовали, Господь, тому, к чему Ты нас наталкиваешь. Мы просим. Аминь. Аминь. Друзья мои, мы за эти три месяца с вами прочитали практически каждый текст из этого послания. Много говорили, размышляли о мелких деталях, о тонкостях, о специфике. Но сейчас мы с вами буквально на воздушном шаре будем смотреть сверху вниз на каждую главу. И мои вопросы будут очень такие пространные. Один вопрос на каждую главу. Я хочу, чтобы мы попробовали какие-то практические уроки излечь для себя. Итак, первая глава. Мы прочитали ее с вами. Что особенно вдохновляет вас в этой главе? Что вы видите практического для себя в этой главе? Мне нравится, как здесь автор в урочнике говорит, что послание апостола Павла к Ефесянам – это Альпы Нового Завета. И Павел является гидом, который ведет нас в первой главе к крутому склону, к вершине, вот с этим огромным видом красивым. Где он говорит о спасении, которое было от самого начала, о спасении через Иисуса Христа. И она действительно, первая глава, она является такой главой, которая нас просто на одном дыхании, где мы читаем, где говорится, что Господь нас избрал от самого начала, от создания мира. Мы видим, как спасение через Иисуса Христа. И вот эти все моменты, они настолько вдохновляют. И Павел настолько динамично идет в первой главе, что буквально дух перехватывает. Спасибо. Вы помните, мы говорили, что Павел пишет это послание людям, которые уже чуть-чуть подразочаровались. Какие-то, наверное, были обстоятельства в жизни, что они привели к этому. И вот плюс условия, которые вокруг них. Вот это храм Артемида и Феска, и все это идолопоклонство. И возникает вопрос, а стоит ли, а ради чего, а будет ли то пришествие Иисуса Христа. И как Вася сказал, Павел делает такие очень важные акценты на том, что Бог нас любит, что спасение даровано каждому, что Он вернется, что эта надежда, она не пуста, что все обязательно сбудется, так как именно обетовал Господь. Поэтому это и на сегодняшний день, когда порой бывают такие же чувства и обстоятельства у людей. Это опять-таки напоминает нам, что наша вера, она имеет смысл. Вы знаете, я посещал на это не так давно наших сестер, тех, кто уже постарше. И посетил одну, наверное, из самых старших сестер нашей царкви, ей 94 года. И я пришел к ней домой, она мне говорит, я, ну я позвонил перед тем, она говорит, обязательно придите пастору, я хочу вам что-то рассказать. Она меня так нежно называет Ромочка. И я прихожу к ней, говорит, тетя Жанна, как? Она мне берет за руку и говорит, Роман, я вот сидела, молилась, долго-долго одна была. Я увидела Бога. Бог явился мне. Это был такой свет яркий. Он обнял меня, я почувствовал вот это тепло, я не могу это передать. Я хочу, чтобы ты знал, что наша вера не тщетна, что Бог ждет каждого из нас. Это уже второй случай, когда я прихожу к нашим старшим членам церкви. И вот они мне делятся такими опытами, как Бог им открывается, наверное, уже в это время, когда они волнуются особенно, потому что понимают, что как бы жизнь подошла к своему завершению. И вот это то же самое, что пробует сделать здесь апостол Павел. Он старается сказать еще раз всем, что, эй, ваша вера, она не тщетна. Бог, вот он какой, и вот он перечисляет все его качества. Поэтому это чудесное вдохновение. Спасибо. Да, чтобы дополнить братьев, коротко, то на самом деле мне, что тем нравится Ефесянам, она показывает полноту в Христе, абсолютность. И когда мы чувствуем иногда себя неадекватно, когда мы чувствуем себя недостаточными, неспособными, то оно ставит нас в правильное положение, в котором мы по факту перед Христом являемся. И это дает, это вдохновляет лично меня, думаю, что всех тех, кто слушает нас. Спасибо. Дорогие друзья, вы видите, что первая глава, она как будто бы по-новому, в ней апостол Павел презентует той церкви, которая уже встретилась с Иисусом Христом, и Иисуса Христа вновь. Он пытается их убедить, что Иисус остался тем же, что он готов возродить в них ту первую любовь, которая была когда-то заложена в ней Богом, чтобы они не отчаивались, не унывали, чтобы схватились за Иисуса Христа, который сделал все необходимое, всю полноту в нем увидели, и вместе с ним продолжали свое верное шествие по этой земле. Это замечательные уроки для каждого из нас. Каждый из нас, бывают в жизни такие моменты, когда мы ходим все на гребне волны, или мы падаем в самый низ. И вот в эти моменты нам важно не забывать читать эту первую главу, перечитывать, что Господь Иисус Христос, Он тот же, Он любит, готов принять нас и вернуть нас к той любви, которая была изначально. Пусть Ему за это все будет слава и хвала. Мы продолжаем наш полет над главами книги «Послание в Эфес». Вторая глава. Я хочу, братья, чтобы вы посмотрели, как апостол Павел здесь представляет то, что Иисус Христос совершил ради каждого из нас. Почему это делает? Как он это красиво показывает? Павел начинает из рассказа или описания состояния грешного общества, ну и тех людей, которые были в этом обществе раньше, обращаясь к церкви. Он говорит, что вот нас таких некогда. И перечисляет грешных, кто-то был при любодеянии, кто-то был зависим от алкоголя, каждый из своих проблем. И Он говорит, что вот таких нас Бог призвал, таких Бог принял, таких Бог спас. Не потому, что мы этого заслуживали, а потому, что по Его милости, по благодати, не по нашим делам Он подарил каждому из нас спасение. И знаете, это лишний раз напоминает нам то состояние, в котором мы тоже находились. Я знаю, что тут среди нас даже есть люди разные. Кто-то родился в христианской семье, кто-то пришел к Богу в каком-то возрасте. У каждого из нас есть свой опыт обращения. Но каждый из нас, я думаю, осознает свои немощи, свои недостатки. И вот понимая, какими мы есть на самом деле, и видя вот ту любовь Божью, которую апостол Павел здесь описывает по отношению к каждому из нас, ты не перестаешь восхищаться вот тому, что Бог вот такого меня решил спасти. И скажу больше того, ну, к сожалению, мы меняемся не так быстро, как бы нам хотелось. И качество, характер, которое нам хотелось бы убрать, они исчезают тоже не так скоро. Но вот опять-таки осознание Божьей любви помогает тебе не опускать руки, помогает тебе двигаться дальше вперед, дальше бороться, дальше молиться, не смиряться с грехом, а просить Бога силы, чтобы Он даровал победу. И все это только лишь потому, что мы знаем, что Бог нас любит, как Павел делает акцент в этой второй главе. Спасибо. А мне нравится 14 стих. И как бы его, если перевернуть более в поэтическое, как бы, «Ибо Он есть мир наш». И, конечно, да, соделавший из обоих одной из разрушивших преграду, вот эта вот фраза «Он есть мир наш» говорит абсолютную полноту, что на самом деле, если так подумать, просто по факту, «Он всегда был нашим миром», «Он всегда будет нашим миром», это ты просто такой маленький здесь, либо ты с Ним, либо ты против Него. Так что вторая глава, это интересно, вот в этой фразе и показывается, что «Он есть мир наш», и, следовательно, вот если читать 10 стих, «Ибо мы его творение создано во Христе на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнить». Вот Он есть мир наш для того, чтобы мы делали добрые дела. Спасибо большое. Интересно, что здесь 2 глава 8 по 10 стих, эти стихи сыграли огромную роль в реформации, особенно на Мартина Лютера. И в действительности, если мы глубоко, это один из моих любимых так же стихов, 10, где говорится, «Ибо мы его творение, созданное во Иисусе Христе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Все соединяется под глобой Иисуса Христа. И мы видим, как здесь глава очень интересно структурирована, здесь говорится, что Он оживотворил нас со Христом, Он воскресил нас, Он посадил на небеса все с Иисусом Христом. То есть соединение верующего с Иисусом Христом и единение всей церкви – это одна из самых главных задач. Спасибо. Очень красиво это отражено еще вот в этом тексте 15. «Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самому одного нового человека, устроя мир». Помните, мы говорили о той преграде, которая была стена, которая разделяла двор язычников от двора для евреев. И вот Павел говорит, что вот именно этот закон, который говорил язычникам, ты не можешь войти на территорию храма вот туда дальше, ближе, потому что ты недостоин, ты язычник, ты не обрезан, ты вот ни такой, ни сякой. И Павел говорит, мы исследовали это место, что именно этот свод законов, заповедей он устраняет, то есть он убирает преграду, которая не позволяла грешнику прийти к Богу раньше, без там определенных обрядов, ритуалов и так далее. А сейчас же достаточно жертвы Иисуса Христа и нашей веры в эту жертву, чтобы мы могли приблизиться к Богу. Это тоже чудесная весть. Итак, вторая глава, апостол Павел начинает с благодати и говорит, напоминает о том, что какими мы были, какими были эти люди, которым он пишет, да, и говорит, вообще то, что вы спасены, это полностью заслуга Иисуса Христа. И дальше он так интересно подводит к этому и говорит, дорогие друзья мои, что благодать Иисуса пришла на эту землю не для того, чтобы воздвигнуть стены, а для того, чтобы разрушить стены. Вот мне становится впечатлением, что он потихонечку готовит свой народ, укрепляет его и говорит, а теперь я хочу, чтобы когда вы поняли, что такое благодать, когда вы пережили на себе, что такое благодать, я рушу эту стену, больше нет стены между иудеем и язычником. Какой-то хороший пример для нас, какая-то надежда для нас, друзья мои. Иисус Христос окружает нас своей благодатью, обнимает нас, он напоминает откуда, из какой глубины он достал каждого из нас. И независимо, были вы в церкви или вы пришли в церковь только недавно, мы спасены благодатью. И затем он напоминает нам, а теперь посмотри вокруг. Ты строишь стены или разрушаешь стены и воздвигаешь мосты. Христос стал мостом между небом и землей, чтобы по этому мосту каждый грешник, желающий спасения, мог пойти на небо. Что нам мешает сделать это? Давайте и мы пойдем за ним на небо. Третья глава также по-особенному интересна в этом послании. Вы помните те детали, которые мы изучали вместе с вами. Но сейчас, братья, хочу, чтобы вы отметили, что на ваш взгляд наиболее важного и значимого в этой главе. Что нового добавляет апостол Павел в это описание? Я вспоминаю свои ранние годы, когда я формировался в моей первой церкви и в порыве своей изначальной такой горячести, горения за Бога, то разочаровался во многих церковных вопросах, как это очень часто бывает. Человек приходит в церковь или когда я был в церкви, разочаровываемся в ритуализме, в такой мертвости, в таком равнодушии. И понимаешь, на самом деле такая церковь. И заняло мне порядка 10 лет выйти из такого состояния, где я могу сказать, что я люблю церковь. Не то, что я ненавидел людей, для меня она просто была не нужна, а мне в этом нет смысла. И вот читай этот вопрос, например, его даже отношение к церкви. Сейчас я понимаю, насколько важно и уже приятно быть частью церкви. Да, может быть, это был такой период жизни, где многие ставят под вопрос те устроенные обряды. И это да, может быть, это было. Но в тот момент это было чуть больше этого. Так что сейчас важно понимать, что ты сам не справишься. И церковь это демонстрирует. Ты сам не можешь. И когда люди говорят, что мне церковь не нужна, это неправда. Это неверный подход, потому что она нам, мы только спасаемся не то, что как через церковь. Нам не нужна церковь для спасения, но для совершенства, для работы в духе, вот именно церковь нужна. Так что у меня очень теплое такое воспоминание, что Бог провел. И понимаю одну сторону. Я понимаю всех тех, кому не нравится церковь. И понимаю всех тех, кому все любят церковь. Я рад, что я на правильной стороне. Я хочу подтверждение этому прочитать. Шестой стих из этой главы. Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благословения. То есть это очень интересный текст, который говорит о том, что язычники могут стать частью тела Христова. Христос однажды скажет, что я виноградная лоза, а вы ветви. И он скажет, что да, есть ветви, которые будут отсечены, но есть ветви, которые будут привиты. И мы, те из язычников, как раз и являемся теми ветвями, которые были привиты на эту виноградную лозу. И Павел делает на этом акцент, что вы теперь не чужие, но вы сонаследники Богу и Христу. И это чудесное обетование для каждого. Спасибо. Интересно, здесь Павел говорит о том, что в принципе план спасения человека проходит через церковь. И особенно он концентрирует внимание в третьей главе, некоторые проблемы и так далее и тому подобное. Опять же, 10 стих он говорит, «Даби ныне сделалось известно, через церковью, начальством и властям, на небеса многоразличная премудрость Божия». То есть Павел видит, что церковь будет инструментом и проповеди Евангелия, и спасения человека. Спасибо, братья. Мы видим с вами, как апостол Павел продолжает эту линию, и он говорит, «Ну а стену я разрешил между язычниками и иудеями для того, чтобы вторые, вернее язычники, стали сонаследниками, или стали частью церкви». Вот это удивительно, что он не сказал, «Я для язычников делаю отдельную церковь, пусть они себе там отдельно воспитываются, а мой народ будет отдельно». Он говорит, «Нет, я объединяю их в одну церковь, в одну семью». Мне очень понравился, дорогие друзья, опыт Ильи, его личный пример. Как важно каждому из нас, какими мы путями бы ни ходили, прийти к осознанию, что Бог объединил нас в одно тело. Не в два, не в три, не в пять, в одно. И мы разные. Разные по дарам, разные по терпираменту, по образованию, по нашей национальной принадлежности. Он нас объединяет вместе, чтобы через нашу многообразие совершить красоту своей работы. И с другой стороны, чтобы каждого из нас подготовить к царствию своему. Что мы здесь научились уже жить с разными людьми, научились говорить на разных языках, перенимать разные культуры, чтобы на небесах ничто не мешало нам быть вместе и радоваться Иисусу Христу. В четвертой главе, которую мы сейчас с вами также рассмотрим, апостол Павел расширяет понятие о церкви и вводит, на мой взгляд, новые термины. Это единство. Как вы понимаете это единство? Насколько оно важно в местной общине или же во всей нашей всемирной церкви, которой мы принадлежим? Две такие, два примера, которые использует апостол Павел. Это церковь как тело и церковь как сооружение, как строение. Мы очень хорошо понимаем, первая моя специальность в детстве, которую меня научил мой отец, это кладка кирпича. И кто знает, то в кладке очень важна связка. То есть надо знать, что кирпич должен, ты не можешь построить так по шву, все кирпичики выложить, но нужно перекладывать. Хотя красиво смотрится, да? Смотрится красиво, но нужно перекладывать. И если ты строишь там в два кирпича, то ты два ряда делаешь так, потом один ряд связываешь так. Для чего все это нужно? Для того, чтобы строение было крепким, чтобы оно могло выдержать ураганы, ветры, землетрясения и так далее. И мы всегда восхищались той кладки еще старых румынских строений, насколько качественно все было сделано. И вот, соответственно, так и держалось строение. Поэтому единство церкви, оно тоже очень важно, чтобы вот все было подогнано. Если есть какое-то разногласие, не надо относиться, ну окей, ну у нас много. Знаете, как говорят, в Новом Иерусалиме будет 12 ворот. Мы же не обязательно должны ходить все одними воротами. Кто-то будет теми, кто-то теми. Чтобы не встречаться. Чтобы не встречаться. Как-то уже там решим этот вопрос. Нет. Если мы хотим быть частью Царства Небесного, мы должны достигать единства здесь. Это не означает, что мы должны быть абсолютно одинаковы, ну одинаковы в чувствах, в точках зрения. У нас могут быть разные точки зрения, но мы должны прийти к решению вопроса. И должны прийти к решению вопроса мирным путем, чтобы мы остались друзьями, чтобы нам хотело встречаться, чтобы мы любили друг друга. Ведь помните, как Христос говорит, именно отношение между людьми свидетельствует о том, что мы принадлежим Иисусу Христу. Если будете иметь любовь между вами. Поэтому мы всегда должны стремиться к единству Церкви. Всегда. Делать со своей стороны все, что можем. Ну и я бы сказал, что тут зависит еще не только то, как мы решаем конфликты, а что я вкладываю в эту Церковь или что я приношу в эту Церковь, чтобы тут была любовь, счастье, радость, гармония, чтобы красиво было служение, чтобы это было интересно, познавательно. Готов ли я вкладывать свое время, свои силы, учиться чему-то новому для того, чтобы восполнять те нужды, которые есть. Если это так, то обязательно эта Церковь будет расти и процветать. Мы видим, что единство требует от нас упорного труда. Оно просто так не приходит. И Павел в третьем стихе говорит, старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. И далее он дает много практических примеров. Он говорит, что не будьте младенцами, будьте как взрослые, помогайте друг другу делать. То есть Павел старается решить эти проблемы и он понимает, что единство не приходит автоматически. Каждый член должен активно трудиться, быть активным членом для того, чтобы единство возрастало и было очень плотным и хорошим. Спасибо. У меня был такой опыт, наняли мы человека на работу и человек был очень умным, специалист, ну ничего не скажешь. Он отказался работать с командой. И сколько ему не говоришь, а у меня был опыт еще в тех индустрии, где там большие отделы были, там ты можешь быть гением, если ты не можешь с рабочим, то ему пришлось все валить. И он до сих пор не понял, что произошло. Ему говорил несколько раз, мы не хотим терять тебя, ты же много знаешь, мы пользуем как бы хорошо все. Почему нет? Я вот понимаю, что даже в карьере смотришь, то большой компонент единства это смирение. Ты не все знаешь, и есть над тобой структура, которую хоть даже ты можешь знать. Нужно уступить тому, кто может быть по рангу не то, что выше, у Бога все равны, но у нас социум строит какую-то иерархию, и она признана обществом. Зачем это рушить? Так что для меня единство наравне с смирением, с признанием этого ближнего. И один знаменитый психолог, я его цитировал уже несколько раз, он говорил, что когда вы разговариваете с человеком, подумайте, может быть, он знает того, чего вы не знаете? Вот сама вот эта мысль тому, как бы любого человека, хоть пастор, человек, учитель или простой человек, мы всегда можем чему-то научиться. И оно вместе, вот этот практически как бы элемент, вот, никто в одиночку не выживет. Спасибо. Дорогие друзья, вы знаете, как больно иногда смотреть на церкви, которые раздираются с клоками, раздорами, спорами, или как апостол Павел пишет об этом, бабскими баснями какими-то. Больно и тяжело, и Христос смотрит на такие церкви, тоже он плачет. Почему так происходит? Потому что мы делаем эти церкви такими. Глава церкви не изменен. Он любит, он желает мира, он желает благословения каждому. Наши братья Василий часто приводил пример, что он у нас констрактор. То есть нужно засучить рукава и тяжело трудиться. Вот церковь это точно так же. Если вы хотите, чтобы ваша церковь была любвеобильной, была открытой, позитивной, чтобы там было место каждому человеку, то нужно нам всем вместе, засучив рукава, очень упорно трудиться. нет идеальных церквей, но есть церковь, в которую ты заходишь и видишь. Здесь есть Дух Божий. Вы и я ответственны за то, какой является моя церковь. Пусть Господь дарует нам мудрости и желания смиренно трудиться, чтобы наша церковь была единой. Пятая глава продолжает вот этот общий настрой апостола Павла о церкви, о взаимоотношениях и он уже переходит от общей концепции к церкви конкретным советом тем, кто наполняет эту церковь. Это советы семьям, другим каким-то группам. Шестая глава это дети, отцы, взаимоотношения. Братья, какая для вас концепция наиболее близкая, наиболее интересная. Мне очень нравится в этой главе восьмой стих. Павел говорит, когда-то вы были тьмой, но сейчас, когда вы в Господе, вы стали светом. Живите, как дети света. Он чуть выше, он будет перечислять, мы уже где-то говорили об этом в начале, он будет перечислять те грехи, в которых мы когда-то жили или которые когда-то искушали нас, где-то там роились в нашей голове, а возможно и проявляли и проявлялись в нашей жизни. И он говорит, вы должны все это оставить. То есть, мы получили Божью благодать, мы получили Божью любовь, Божье прощение, но как мы уже говорили, я об этом упоминал, это не означает, что мы можем продолжать жить так, как жили. Нет, мы получили эту благодать, мы должны эту благодать дарить другим людям. А каким образом мы можем быть благословенными для общества? только если мы сами станем солью, станем светом. То есть, те принципы, которые мы узнали от Бога, которые Он явил по отношению к нам, когда мы начинаем это передавать другим людям. То есть, Бог призывает нас к чистоте и святости, и эту же святость Он призывает нас распространять тем людям, которые нас окружают. Интересно, что идея пятой главы, она в принципе начинается с четвертой главы, последняя стиха, где говорится, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И вот ключевой стих для меня это первый, потому что это переход. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленный. И далее Павел говорит, в принципе, как мы должны подражать? Просто в практических семьях, на работе, в обществе и так далее, он дает практические примеры того, что нужно делать и как нужно поступать и жить в согласии с христианством, потому что мы, как чадо Божие, мы хотим подражать Богу. Спасибо. Да, вот воплощая принципы Евангелия в нашем отношении с ближними, лет 10-15 назад сильно здесь бушевали сетевые маркетинги, знаете, где там подпиши друга, друг подпишет другого, а ты будешь через несколько лет сидеть на горе денег, да? И как бы на самом деле это была эпидемия в церквах. Человек заходит в церковь и он не видел людей, он видел доллары, получается. И да, это может быть крайний случай, да, слава Богу, это уже уходит, потому что все уже попробовали, поняли, что там пылесосы, и вот эти все продавать не нужно, это не так вот все это и работает. Но это демонстрирует принцип, что когда мы вообще работаем в церкви, в обществе, чтобы мы не видели людей как ресурсы, как человек, к чему пользоваться, вот как он мне будет выгоден, чтобы мне с ним особенно отношения, не, не, будь на практическое применение и как-то так у нас сложилось в семье. Мы когда играли например в футбол, то мы всегда выбирали, потому что мы хорошо играли в футбол, сейчас уже нехорошо, то мы выбирали всегда проигрышную сторону, мы всегда брали слабого, как бы так-то выходило и мы помогали им и этот в очках радуется, сейчас сам в очках, да, радуется, что там помогли ему выиграть. Так что для меня такой вот большой пример, что в церкви каждый человек он ресурс не в том смысле, что ресурс, что с него можно вытащить что-то, а он ресурс Божий для того, чтобы мы ему помогли, отдали. Каждый человек он уникален в своем смысле. Как бы и второй, как бы мне очень резонирует стихи, вот связанные с временем. 15-й. Итак, смотрите, поступайте осторожно, никак не разумно, никак мудро, дорожа временем, потому что это дни лукавые. Вот время, у нас ворует время, у нас у всех ворует время, нам нужно быть очень осторожными, как мы его тратим. Как бы такое предупреждение, по крайней мере, мне это очень важно. А я бы хотел еще обратить внимание на 10-й стих, тут тоже очень красиво сказано. Старайтесь разузнать, что приятно Господу, или что есть воля Божья, да? То есть это означает, что человек должен сам вникать, он должен постоянно анализировать свою жизнь, свои поступки, исследовать Писание и во свете этого Писания анализировать свою жизнь и свои поступки. То есть этот рост духовный, он должен не прекращаться. Он должен не прекращаться. Это всегда должно быть движение вверх. И мы, верующие, всегда должны задаваться этими вопросами. Как я могу стать еще лучшим мужем, еще лучшим отцом, еще лучшим сыном? Если это касается церкви, то вот членом церкви, руководителем отдела или пастором, служителем, то есть всегда должно быть движение вверх. Мы не должны останавливаться, потому что христианская жизнь это постоянное стремление к Богу. Дорогие друзья, вы заметили, на какие тексты, на какие моменты обратили внимание наши братья? Церковь, о которой Павел начал говорить в предыдущей главе, она состоит из разных элементов. Это семьи, это мужья, жены, это отцы и дети, это одиноки, это вдовы, это сироты, это разные, разные элементы. И вот апостол Павел говорит, все вы будете взаимодействовать друг с другом, все вы будете друг со другом соприкасаться. Чем руководствоваться? Тем текстом, который написан в пятой главе. Подражайте Богу, берите с него пример. Я не знаю, как поступить, я не знаю, как ответить, я не знаю, что сказать, я не знаю, помочь или не помочь. Подражайте Иисусу Христу. Посмотрите, как он вел себя, как он учит нас вести со своими детьми, как он нас, детей, учит вести себя родителями, как мужу относиться к жене, а жене к мужу. Подражайте Иисусу Христу, дорогие друзья, и тогда ваша жизнь станет другой, ваши церкви станут другими, они станут такими, какими их желает видеть Иисус Христос. Ну что ж, дорогие друзья, мы не будем с вами сегодня подробно уже разбирать шестую главу и даже смотреть на нее с высоты нашего воздушного шара, на котором сегодня мы парим в нашей студии, потому что в прошлый раз мы очень много внимания, целых два урока мы посвятили шестой главе. Сейчас я хочу, чтобы мои братья могли поделиться своим опытом, что они для себя взяли, изучая все это послание апостола Павла и буквально в нескольких словах передать вам свои пожелания и какие-то наставления. Для меня очень важно, что апостол Павел в этом послании он все вокруг Иисуса Христа. Христоцентричность послания Павла к Ефесянам очень важно, потому что Христос здесь является самым главным и самым центром всего. И мы видим, что и церковь, и семья, и дети, и все другие вопросы. А особенно очень важно, что вопрос спасения Павел все соединяет вокруг Иисуса Христа. И мы видим, что именно это послание повлияло на ранних отцов реформации и действительно оно повлияло на каждого из нас, потому что мы понимаем, что благодатью мы спасены. Это очень-очень важно и Павел это подчеркивает практически через все главы он идет по этой теме. Спасибо. Я очень ценю эту книгу, потому что в ней много практических советов. Я по природе человек, который любит именно эту сторону христианства. Поэтому хотелось бы, дорогие друзья, посоветовать каждому из вас искать что-то простое в условии Божьем. Нет, интересно исследовать и пророческие книги, и какие-то там особенные, загадочные места, но на самом деле христианство наше, оно состоит из простой жизни, простых поступков, простых действий, как мы уже сегодня высказывались в семьях наших на рабочем месте. Апостол Павел однажды сказал, я не считаю себя, что я уже достиг, но оставляя заднее, стремлюсь вперед, чтобы достичь того, чем Христос достиг меня. Другими словами, он хотел достичь того характера, которым Христос его покорил. И по сути, он к этому призывает и нас, чтобы мы уже говорили об этом, чтобы мы отражали характер Бога в нашей с вами жизни. Я не хочу сказать, что если вы не достигнете этой планки, то, наверное, спасение вам не видит. Нет. Я верю, что по милости своей, как мы уже не раз сегодня говорили, по благодати Божьей нам будет даровано спасение каждому. Но все же это планка, на которую мы должны равняться. Повторюсь, отражать Иисуса Христа, равняться на Него в каждой сфере нашей с вами жизни. Пусть Бог вас благословит в этом. Да, что я бы сказал, конечно, то в Иисусе, в нескольких местах есть отголоски войны. Не призыв к войне, а призыв к осознанию, что мы сейчас находимся в активных боевых действиях. Во время того, когда вот сейчас страны воюют, скажем, даже Украина, то там нет такого расслабленного состояния человека. Все на чеку, все готовы, готовятся. То, что мне важно, что резонирует именно мне, это вот такая вот готовность, которой, к сожалению, бывает, церкви не хватает. Мы расслабились, мы отдыхаем, нам хорошо, и это хорошо, когда нам хорошо. Вот. Но все равно мы должны помнить, что мы сейчас в активной войне, в которой мы должны принимать действия. А когда мы во время войны, мы конкретно что-то делаем. Если мы во время войны сидим, ничего не делаем, мы знаем, что что-то у нас происходит, что-то не так. И вот. Для меня вот такой вот призыв, что помнить надо, особенно в контексте времени и конкретных действий, практических действий, которые мы можем делать сейчас. Спасибо вам, братья. Ну что же, дорогие друзья, три месяца пролетели, мы завершаем с вами изучение этой интереснейшей книги. И для себя я также взял очень много интересных примеров. И текст, который записан в пятой главе, двадцать первый, это очень важный текст для меня. Благовея перед Христом умейте подчиняться друг другу. Я благодарен Богу, потому что все эти три месяца он учил меня подчиняться. Подчиняться его слову, подчиняться церкви, подчиняться решению и мнению братьев. Также взаимодействие с вами. Я учился подчиняться тем советам, которые вы давали. Это очень важно. Это укрепило меня. Я верю, что это подчинение друг другу, снисхождение друг к другу, любовь друг к другу, разрушение стен между нами. Это все способствует тому, чтобы наши церкви были наполнены любовью, принятием и мира. И мне хочется пожелать, чтобы вы также стремились к практическому христианству, тому христианству, которому учил нас все эти три месяца апостол Павел. Ну и конечно же, глядя на нас, я хочу, чтобы вы не забывали, что мы обычные люди, вводимые Духом Божьим. Мы могли делать ошибки, наши мнения, они не абсолютны. Мы вместе с вами и вводимые Духом Божьим искали ответы в первую очередь на свои собственные вопросы. Поэтому продолжайте исследовать Божье Слово, продолжайте следовать вместе с нами в следующих кварталах новых уроков, потому что наша учеба еще не завершена, наша битва еще не окончена. Вместе со Христом мы движемся вперед. Давайте помолимся. Господь, спасибо тебе за то, что эти три месяца мы имели возможность собираться в студии, за то, что открывает твое Святое Слово и наполняясь Духом Твоим Святым, мы могли в первую очередь, Господи, заглядывать внутрь своих собственных сердец, смотреть и удивляться, какие чудеса ты произвел с нами, какие перемены, Господи, какой чести ты удостоил каждого из нас быть и называться детьми твоими и наследниками Царства Твоего. Мы благодарны тебе, Господи, за каждого нашего зрителя, за то, что они находили время смотреть, слушать, откликаться, участвовать, и самое главное, исследовать и покоряться, покоряться Твоему Духу. Я верю, Господи, что не только наши сердца были изменены, но и их. Благослови нас, Боже, веди свою рукою, чтобы эти изменения, это покорение Тебе отразилось на наших семьях, в наших церквях, и мы наследовали благодаря Тебе жизнь вечную. Во имя Иисуса молим. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон»